Ребята из Северной Осетии смогут отдохнуть этим летом в популярном лагере Артек. Чтобы попасть в Международный детский центр, нужно хорошо учиться, быть победителем различных олимпиад и соревнований, а также участвовать в общественной жизни школы. В этом году путевку заслужили 8 человек. Они собрали портфолио и отправили заявку на участие. С ребятами встретилась наш корреспондент Сабина Гатагова. Сразу после школы занятия музыкой, стрельбой, а также разработка собственных проектов. В свои 13 лет у Давида Алборова десятки грамм от медалей, благодарственных писем и статей. Поэтому поездка в Артек без преувеличений заслужена. Хотя сам мальчик даже не ожидал, просто отправил заявку. Но когда чемоданы собраны, до поездки осталось несколько часов, признается, уже точно знает, чем будет заниматься в лагере. Первая моя эмоция – это было недоумение. Я не сразу поверила в это. Далее последовала радость и бесконечное веселье. Я был неимоверно рад данной информации. Еду, а ради чего я хочу познакомиться с людьми, увидеть Крым, увидеть легендарный Артек, место, где побывали и Гагарин, и многие другие знаменитые личности. Мама Давида Фатима Алборова рассказывает, интерес ребенка к науке и истории заметила уже в первом классе. Вспоминает случай, когда он задавал вопросы, на которые они сами не могли ответить. О том, что Давид прошел отбор в лагерь, женщина узнала первой. Случайно зашла на электронную почту, от того, что давно не заходила, и увидела приглашение в Артек. Очень обрадовалась, сразу же позвонила классному руководителю, научному руководителю. Они обрадовались за нас, пожелали нам хорошего отдыха. Он заслужил, но если бы не классный руководитель, который нас, родители, на родительском собрании заставляет выставлять грамоты, мы бы никогда даже сами бы не додумали. Потому что я думала, что там критерии отбора более сложные, более важные. Ну, на наше удивление мы прошли. А вот Дана Кизинова поездку в Артек выиграла. Она сняла собственный фильм приглашения об Осетии. В картине девочка показала живописные уголки республики и рассказала об исторических фактах. В Артек она едет не впервые. Каждый раз активно участвует в общественной жизни лагеря. Стала медиалидером Международного юношеского медиафорума Артек. Я руководила редакцией. СММ-редакция была очень интересна. Мы встречались с различными журналистами. С первого канала СРН-ТВ и по итогам медиафорума меня пригласили в студию Доброго утра Тимур Соловьев. За спиной у Даны много крупных проектов. Один из них получил диплом первой степени на конкурсе в Москве. Кроме того, она сняла фильм о седьмой школе, в которой учится. Ее научный руководитель Рита Морзоева отмечает, такое ответственное задание могли доверить только Даню. Много проектов она выигрывала, получала дипломы первой, второй степени, грамоты и так далее. Поэтому этот ребенок действительно принимает участие абсолютно во всех направлениях. Скажем так, и проектная работа, и даже экзамены, на которых она получила высокие баллы, победители, призер, олимпиады и так далее. Дана Кизинова уже в пять лет занималась журналистикой в школе «Эрасик». Именно там она разрабатывала свои проекты, которые становились победителями различных конкурсов. Потенциал в журналистском деле был виден сразу. Вот представьте себе ситуацию. Маленькая пятилетняя девочка с огромными умными глазами заявляется к детям, которым там 12-13 лет. И начинает заниматься журналистикой. Причем она занималась ею буквально вот с пяти лет уже очень серьезно. Каждый год руководство лагеря выставляет довольно жесткие требования. Для того, чтобы ребенок попал в Артек, ему нужно иметь портфолио с личными достижениями, желательно международного уровня. Сейчас от Северной Осетии в первую смену едет 8 детей. Но у всех желающих есть еще год и возможность получить путевку. Сабина Гатагова, Игорь Войцуховский. Новости Осетии.